Рассказ Виктора Драгунского из цикла Денискины рассказы. Где это видано, где это слыхано? На переменке подбежала ко мне наша октябряцкая вожатая Люся и говорит, Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь? Я говорю, я все хочу, только ты объясни, что такое сатирики. Люся говорит, видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники, лентяи. Их надо прохватить. Понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись. Это на них подействует отрезляющее. Я говорю, они не пьяные, они просто лентяи. Это так говорится отрезляюще, засмеялась Люся. А на самом деле просто эти ребята призадумаются. Им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, не тяни. Хочешь, соглашайся, не хочешь, отказывайся. А я сказал, ладно уж, давай. Тогда Люся спросила, а у тебя есть партнер? Нету. Люся удивилась. Как же ты без товарища живешь? Товарищ у меня есть, Мишка, а партнера нету. Люся снова улыбнулась. Это почти одно и то же. А он музыкальный, Мишка твой? Нет, обыкновенный. Петь умеет? Очень тихо. Но я научу его петь громче, не беспокойся. Тут Люся обрадовалась. После урока притащи его в малый зал. Там будет репетиция. И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку. Мишка, хочешь быть сатириком? А он сказал, погоди, дай поесть. Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая. И шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал. И оттуда брызгал горячий и пахучий сок. И я не выдержал и сказал тете Кате, дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку. Поскорее. И тетя Катя сразу протянула мне мисочку. И я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку. Ни одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и тоже нечистя стал грызть ее, и из нее брызгал горячий пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару и обжигались, и смотрели друг на дружку и улыбались. А потом я ему рассказал, что мы будем сатирики, и он согласился. И мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию. Там уже сидела наша вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого, очень некрасивый, с маленькими ушами и большущими глазами. Люся сказала, вот они, познакомьтесь, это наш школьный поэт Андрей Шостаков. Мы сказали, здорово, и отвернулись, чтобы он не задавался. А поэт сказал Люсе, а это что, исполнители, что ли? Да, он сказал, неужели ничего не было покрупней? Люся сказала, как раз то, что требуется. Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю. Ну, тис, начинаем. Грей стихи. Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал. Вот, я взял размер и припев у маршака, и сказки об ослике, дедушке и внуке, где это видно, где это слыхано. Борис Сергеевич кивнул. Читай слух. Андрюшка стал читать. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видно, где это слыхано. Папа решает, а Вася сдает. Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят у родителей решать за них задачу. А потом показывают учительнице, как будто это они такие герои. А у доски не бум-бум двойка. Дело известное. А Инда Андрюшка здорово прохватил. А Андрюшка читает дальше. Так тихо и серьезно. Мелым расчерчен асфальт на квадратике. Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видно, где это слыхано. В классы играют, а в класс не идут. Опять здорово. Нам очень понравилось. Этот Андрюшка просто настоящий молодец. Вроде Пушкина. Борис Сергеевич сказал. Ничего, неплохо. А музыка будет самая простая. Вот что-нибудь в этом роде. И он взял Андрюшкины стихи. И тихонько, наигрывая, пропел их все подряд. Получилось очень ловко. Мы даже захлопали в ладоши. А Борис Сергеевич сказал. Ну, тис, кто же наши исполнители? А Люся показал на нас с Мишкой. Вот. Ну, что ж, сказал Борис Сергеевич. У Миши хороший слух. Правда, Дениска поет не очень-то верно. Я сказал. И мы начали повторять эти стихи под музыку. И повторили их, наверное, раз в пятьдесят. Или тысячу. И я очень громко орал. И все меня успокаивали и делали замечания. Ты не волнуйся. Ты тише. Спокойней. Не надо так громко. Особенно горячился Андрюшка. Он меня совсем затормошил. Но я пел только громко. Я не хотел петь потише. Потому что настоящее пение – это именно когда громко. И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление. Внимание! Сегодня на Большой перемене в Малом зале состоится выступление летучего патруля, пионерского сатирикона. Исполняя дуэт малышей на злобу дня, приходите все. И во мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно. Я сказал, ну, сегодня выступаем. А Мишка вдруг промямлил. Неохота мне выступать. Я прямо оторопел. Как неохота? Вот так раз. Мы ведь же репетировали. А как же Люся и Борис Сергеевич, Андрюшка? А все ребята? Ведь они читали афишу и прибегут как один. Я сказал, ты что, с ума сошел, что ли, людей подводить? А Мишка так жалобно. У меня, кажется, живот болит. Я говорю, это со страху. У меня тоже болит. Но я ведь не отказываюсь. Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади. Потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Но в это время нам навстречу выбежала Люся. Она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. И это я, наверное, от Мишки заразился. В зале было огорожено место около рояля. А вокруг столпились ребята из всех классов. И няни, и учительницы. Мы с Мишкой встали около рояля. Борис Сергеевич был уже на месте. И Люся объявила дикторским голосом. Начинаем выступление пионерского сатирикона на злободневные темы. Текст Андрея Шостакова исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис. Попросим. И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Мишка был белый, как стена. А я ничего. Только во рту было сухо и шершаво. Как будто там лежал наждак. Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки. А я должен был петь вторые две строчки. Вот Борис Сергеевич заиграл. А Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся. И хотел было запеть, но опоздал. И пока он собирался, наступила уже моя очередь. Так выходила по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати? Мишка тогда опустил руку на место. А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Он ударил, как и следовало по клавишам, три раза. И на четвертый Мишка опять откинул левую руку и, наконец, запел. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Я сразу подхватил и прокричал. Где это видно, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Все, кто был в зале, рассмеялись. И у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам. А на четвертый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону. И ни с того ни с сего запел сначала. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Я сразу понял, что он сбился. Но раз такое дело, я решил допеть до конца. А там видно будет. Взял и допел. Где это видно, а где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Слава Богу, в зале было тихо. Все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился. И подумали. Ну что ж, бывает, пусть дальше поет. А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и, как пластинка, которую заела, завел в третий раз. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым. И я заорал со страшной злостью. Где это видно, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Мишка, ты, видно, совсем рехнулся. Ты что, в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок. А Мишка так нахально. Без тебя знаю. И вежливо говорит Борису Сергеевичу. Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше. Борис Сергеевич заиграл. А Мишка вдруг осмелел. Опять выставил свою левую руку и на четвертом ударе заголосил, как ни в чем не бывало. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Тут все в зале прямо завизжали от смеха. И я увидел в толпе, какое несчастное лицо у Андрюшки. И еще увидел, что Люся, вся красная и растрепанная, пробивается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а я, пока суд до дела, докрикиваю. Где это видно, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Тут уж началось что-то ужасное. Все хохотали, как зарезанные. А Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе. Она кричала. «Дениска, пой один, не подводи, музыка и...» А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно, и когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю. А вокруг все просто падали от смеха. И няни, и учителя. Все, все. Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я, наверное, бы умер, если бы в это время не зазвонил звонок. Не буду я больше сатириком.